Всем привет, с вами Ник Спейс, и сегодня мы поиграем в Until Be Die. Это инди-игра от российских разработчиков, я о ней говорил в инди-ревью номер два, подсказка где-то здесь появится, если вы не смотрели, посмотрите, вывоз был хороший. И сразу скажу предупреждение, очень важное предупреждение, в игре сломаны сохранения, то бишь в стиме многие пишут сейчас, что если вы играете, и допустим вы поиграли три часа, вы устали, хотите отдохнуть, выходите из игры, написано сохранить и выйти, нажимайте, игра ничего не сохраняет, люди потеряли прогресс за пять, за десять часов, кто сколько смог высидеть за одну сессию. То есть игра полностью хреначит ваше сохранение, она их просто не сохраняет. Непонятно баг это или фича, но будьте очень внимательны, надеюсь, что вы не хреначите ваше сохранение. Мы с вами поиграем, да, мы попробуем сохранить и посмотрим, что получится этого, скорее всего ни хрена, потому что патч не выходило. Так, вот мы и начали. Надеюсь, никто не против, что я пропустил начальную заставку. Знаю, что против. Ну, простите, я пропустил ее. Так, нам, ох, в отличие от демо-версии, в которую мы играли, подсказка, тут у нас уже дано два персонажа, как видите, где-то замулеван, видимо, третий. Давайте думать. Так, особенность. Мощный выстрел. Каждая пятая пуля в обойме Ивана разрывная, такие пули наносят больше урона. Так, Анна. Хороший аппетит. Восстанавливает 20 при подборе еды. Я думаю, выбор очевиден. Нам нужен мощный выстрел. Режим сложности нормальный. Два судьи. Режим, так, максимальный ранг Б. Вот, тут даже ранг есть. Так, ну ладно, давайте начнем с нормального. А если вам понравится этот выпуск, то мы с вами в следующий раз начнем с максимального, потому что сейвы нехрена не сохраняются. Так, обучение, я думаю, мы с вами пропустим. Я помню, как играть. Да, супер. Почему только, кстати, Escape, а не Space для далее. Ну, ладно. Так, ладно. Так. Я забыл все. Я все забыл. Нет, нет, стоять. Я забыл, как призывать чуваков. Ну, ладно, ладно, сейчас разберемся. Спокойно. Я не готов еще раз проходить обучение. Так, отстрелять. Хорошо. Ага, можно мышкой. Клево. Так, мы все собрали с вами. Давайте сюда быстро реактор. И этого крылья не починьте. Так, нам нужно сразу с вами баррикады. Так, завтра с потреблением. Класс. Выезжай. Нам нужно с вами сразу баррикады. Так. Так, супер. Так. Я ничего не помню. Так, быстро сюда. И сюда. А как мне позвать их с собой? Я забыл. Так. Пардон, я сейчас буду вспоминать. Сейчас так. О, как удобно так. Так, навык, навык. Перезарядка. Перекруппать отряд. Призвать юнита С. Ага. Эй, мелкий урод, иди сюда. Так, что тут такое? Разбирай. Так, нам нужно подготовиться к ночи. Нам нужны хотя бы баррикады. Так, ребята. Давайте сюда. Так, разбирайте. Нам нужна мастерская. Так. Да-да-да. Давай, Иван. Не уставай. Так. Блин, нам бы с вами... Что это такое? Василий! Василий! Быстро сюда. Давай, быстро строй. Ты, конечно, не строитель, но... Выбирать не приходится. О, все. Мы устали. Так, что тут у нас? Грибочки! Кстати, заметили, насколько... Ну, не, не похожи, конечно, они. Я просто подумал, как-то похожи на грибочки из Марио. Но, видимо, я просто переиграл в Марио. Так, все. Эти все добывают грибочки. А мы пока побежим в другую сторону. Игра, конечно, сильно... Понятно, чем вдохновлялась. Сеттинг метро. А геймплей... Геймплей явно этого... Kingdoms. Серии игр. Так. Эй. Хорош тут отдыхать. Быстро сюда. У нас сейчас будет нападение, а мы тут... Так. Давай. Давай. Так, 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 так. Ээээ... Мне подбежать до того края сейчас. Конечно. По поводу, кстати, ценника. Хотел бы сразу пройтись. 418 рублей, по-моему, сейчас вот по скидкам стоит игра. И я лично... Если меня спросить, как ты думаешь, нормальная цена? Нет, ненормальная. Я считаю, что за игру слишком много просят. Во-первых, очень много багов критических. Вот по типу сохранений. Но, ребята, кто так делает? Во-вторых, как по мне, недостаточно контента. То есть за такую сумму можно вполне найти себе, ну, больше контента интересного. Так, игра приходит в режим опасности. Да я помню. О, это, по-моему, новые чуваки. Чувак, мне пофиг, у нас вот атака идет. Кстати, а... А почему... А почему они урозы не получают? Эм... Это, кстати, причина, почему я не рекомендую вообще сейчас брать игру. Не будем говорить, как я ее получил. И это не Steam. Я буду честен. Это не по Steam. Просто потому, что я догадывался, что тут подобное. И, почитав отзывы в Steam, я, в принципе, понял, что мне ждать. Эм... Конечно, прекрасно, что комната открывает доступ к новым бонусам. Но... Это что сейчас было? Почему я не мог убить их? Да, я готов. Знаете, почему? Потому что прошло сколько там? Пять минут, мы проиграли. Потому что просто нельзя... Чуваки не умирали от выстрелов. Они их игнорировали. Я догадываюсь, что это связано с тем, что приехала дрезина. И как-то игра баганул из-за этого. Так, ладно. Я даже не знаю, что сейчас делать с NG. Так. Быстро разбирайтесь, что нафиг. Нам бы с вами, конечно, сейчас построить... Первые какие-нибудь... Инженеров нам бы построить. То есть, по идее, он должен был приехать раньше. И типа из-за того, что он не приехал раньше, игра баганула? Не, ну это какой-то бред. Хотя бред не бред, но выглядит правдиво. Плюс, конечно, как по мне, ну и по отзывам, недостаточная реиграбельность проекта. Конечно, можно поиграть на более высокой сложности. И вот тебе реиграбельность, как бы, но, блин, камон. Знаете, это вот как во многих играх поиграть на более высокой сложности, получишь реиграбельность. По мне, реиграбельность, это когда ты получаешь новый экспириенс. Ну не в плане, там, сложности, а что-то новое ты видишь. А тут Айзек, ну, рогалики. Че ты ходишь? Просто любой рогалик. Возьмите, вот вам реиграбельность максимальная. Вот, поэтому я ждал чего-то такого, но, либо, но так как в связи с тем, что у нас, по сути, один большой экран, разделенный на несколько сегментов, по которым мы перемещаемся, мы не можем идти в тоннели, мы не можем идти на другие какие-то станции. То есть мы залочены с вами на одной вот этой станции. Это вся игра будет здесь. Выживаем на этой станции, никуда не двигаемся. Это, конечно, как по мне, сильно бьет по реиграбельности и по принципу стратегии. То есть выработал стратегию, молодец. Все, спасибо. И это, конечно, меня лично печалит сильно. Так, ну я так понял, что это бесполезно. Так, ладно, давай сюда. Все равно это бесполезно, они не умеют защищаться. Они защищать не умеют, ничего. Они, по сути, пока ничего не умеют делать, кроме как собирать, разбирать. Нам бы вот эту штуку восстановить, но нам нужно много... О! Сколько у нас? Пять, вроде. Так. Так, ящики разбираем. Эм, не хватает. Давай, разбирайте ящики быстренько. Что значит АА? Я тебе сейчас по заднице дам АА. Так, туман сгущается, я рад за туман. Я не рад, что у нас полная жопа. Ну и, конечно, выносливость. Я, как по мне, хоть чувак и курит, и все остальное, все дела. Да, курение нехорошо. Мы на этом канале против курения. Если вы курите, я недоволен вами. Вы знаете, курите. Я шучу. Нет, не шучу. Но, суть в другом. Почему он так медно двигается? Черт возьми. У него еще там килограмм двадцать наложено в рюкзак, что он не может и пить... Хотя, блин, даже десять килограмм пробежать легче. И дальше можно. Короче, у меня много претензий к... Знаете, где была похожая проблема? И Вилвизин первый. Где... Так, да-да-да-да-да. Вот, по идее, теперь не должно быть бага. Может быть, мы успели до ночи? Эм... Эм... Да погоди ты со своим ломом. У меня сейчас нападение начнется. Эм... Это что такое? Это как понимать? Эм... Знаете, ребят... Я не... А вот мне интересно, а что будет, когда закончится день... Ну, ночь? Да ты не парься, бро. Да я знаю, что такое инженер. У меня вот это... Они застряли там. Как помягче-то высказаться-то? Короче, знаете, у меня есть такое очень неприятное предложение. Эм... Так, ребят, я сюда... Эм... В общем, мы с вами сделаем вот что. Сейчас я закончу... Вот ночь закончится. Если мутанты не упрутся, мы, конечно, с вами поиграем дальше. Но я боюсь, что этот баг будет критическим. Эм... Эм... Но, одним словом, я не могу никому рекомендовать. Я говорил, что в инди-ревью, что... О, инди-влоге, что игра мне интересна. Да, выглядела она, безусловно, очень клёво и интересно визуально. Но... Финальный результат, конечно, печалит безумно. Да... Да, а-а... И а-а... Пойдёшь, конечно, инженером. Раз, а-а... А это чё такое? Но функционала, конечно, больше стало, чем в пер... В передущей игре. А-а-а, типа он может превращаться обратно. В демке, кстати, такой хрень не было. Но вот вопрос. Да, слушайте, они просто забагались, и игра их не воспринимает как модельки. Эм... То есть... Это, конечно, забавно. Но... Честно говоря, меня немного удручает эта ситуация. Да, я знаю, какие диггеры. Всё, дайте-дайте-дайте-дайте. Но, может быть, нам повезёт. Нас это спасёт с вами от новых мутантов с этой стороны. Так, копайся. Может быть, нас это спасёт. Да, кстати, обращаясь к его резину и выносливости. Детектив Кастелана, сносящий в свои задницы всё, что только не прибито. И винтовку, и дробовик, и так далее. То есть, он может всё носить, но при этом он не мог. Бегать нормально. И причём ему требовалось ещё... То есть, пробежать там пять метров. Спортивной комплекции человек нормальный. В итоге он пробегал пять метров. Ну, даже, может, два метра. Эй. Пробегал метров пять, и всё. Я устал, мне нужно отдохнуть, и вставал в ступор. То есть, дальше даже не двигался. И тебе нужно было электрошоком в мозг бить себе, чтобы это... Чтобы прокачать выносливость. Но, вот, это была болезнь первой части. И здесь, похоже, что они унаследуют болезнь, что абсолютно нелогичная выносливость. То есть, ну, блин, такая карта. Вот, смотрите, вот. Это один большой экран, поделённый на множество маленьких. Но, блин, через него бежать с одной точки на другую. Ну, там, задолбаешься. Понимаешь, что это сделано в угоду баланса, скорее всего. Но, эй, можно же было подбалансить по-другому. Увеличить урон, допустим, мутантов. Или уменьшить крепость стены. Ну, чтобы я быстрее... Или мне уменьшить урон. Ну, чтобы я быстрее бегал. Потому что вот это, вот это невыносимо. Причём, или хотя бы днём не тратится выносливость. То есть, самый простой вариант, днём не тратится выносливость. Мне днём нужно бегать туда-сюда и менять это. Ой, господи. То есть, во... Так, во, она привезла чё-то. Эй, бро, иди сюда. Во, всё, мы устали. И, конечно, ценник 418 рублей. Эй, ребята, я понимаю, что вы маленькая инди-студия. Но, блин, во-первых, проект довольно нишевый. Потому что здесь конкурент в лице Kingdom. Kingdom, как там, там. Но суть в том, что у вас есть конкурент жирный, который создал, собственно, такую вот идею. Стратегию вот таких вот. И он намного лучше, интереснее играется. В большем разнообразии. И он как раз понимает, что такое рогалик. Во-вторых, у вас боговность чудовищная. Нельзя было, что ли, отложить игру ещё там, ну, на месяц, на две недели. Просто отполировать игру до конца. Не, вы упускаете и ставите ценник. В 418 рублей. Да, у меня претензии к ценнику большие. Поскольку я не считаю, что игра столько стоит. Но, окей. Раз вы мне предлагаете такой ценник. Наверное, я цену хочу получить качественный проект. Без багов. У меня больше к этому ещё претензии. То есть, хорошо, мы выставили такой ценник. Окей. Я не знаю, что там происходит. Может, сейчас вот в русский геймдев в полной жопе. Хотя он из неё не... Хотя, опять же, нельзя сказать, что он из неё не вылезал. Русский геймдев был хорош. То есть, у нас есть много интересных инди-проектов. Так, а как мне поменять порядок? Но, слушайте, ребят. Это баг, причём критический. Они здесь просто застревают. Видите, они делают один прыжок и застревают. По сути, всё. А эту сторону можно не оборонять, потому что на неё никогда никто не нападёт. Они просто будут застревать в текстурах. Я даже не знаю, стоит ли продолжать в это играть, счастье багованное. Но давайте попробуем, давайте попробуем. Вдруг мы что-то ещё интересненькое раскопаем в багах. Я думаю, мы ещё минут 6-7 поиграем. Просто, чтобы не затягивать выпуск. Но, это, так сказать, первое впечатление. И впечатление ужасное. Давайте, смотрите. О, смотрите, они научились пролезать. Ну, знаете, видимо, на этом у нас всё закончится. Потому что я не могу им нанести урона, а они мне могут. Ну, вы видите. Отбаговались. Ну, что ж. Это неиграбельно. Это ужасно. Это... Это ужасает. Однозначно, проект на данном этапе неиграбелен. И то, что они просят за это дело ещё и 418 рублей сверху, это, конечно, не идёт им на пользу. И да, как я уже сказал раньше, да, у меня проблема с ценой. Я не считаю, что цена адекватна. Но, опять же, не я выставляю ценник, не мне решать. У меня проблема другая. Почему вы выпустили игру без плашки Early Access с такими критическими багами, которые не позволяют пройти игру дальше? Просто потому, что монстры багуют, и они неубиваемые. Может быть, я не прав. Я не спорю. Может быть, я не прав. И монстров нужно убивать каким-то другим способом, который мне неведом. То есть, в спину не убиваются. Они просто находятся как бы на другом экране. То есть, грубо говоря, мой пуль проходит сквозь них с любой стороны. Поэтому, если вы играли в Until the Die и знаете, как убивать неубиваемых монстров, сообщите мне в комментариях. Я с удовольствием прочитаю. Но на данный момент я преднаю игру неиграбельной. Поэтому жду ваших комментариев. Надеюсь, вам понравился выпуск. Я увижу вас в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!